Здравствуйте Ольга Викторовна. Здравствуйте. Вы любите свою работу? Да. Ну иначе просто не работала, наверное. А почему вы ее любите? Вот это уже сложнее, почему я ее люблю. Мне все от процесса до результата получаю удовольствие. А чем важна ваша работа? Наверное, выстраивание и контроль за образовательным процессом, чтобы он был максимально эффективен для детей. Задача такая. Ни одна ваша минута, проведенная в школе, не была потрачена в посту. У нас есть ряд программ, которые разработаны не дополнительно к предмету, а в его продолжении. То есть, когда основную программу, дополнительное образование продолжается, то есть это взаимосвязка программ. Отсюда, соответственно, вот и тот самый интеграция образовательного процесса. Ну и, естественно, поскольку в первой половине, может быть, меньше можно делать практикоориентированных каких-то уроков, хотя они тоже проходят. Программа, основная образовательная программа, она достаточно жесткая. Она обусловлена федеральным государственным стандартом, поэтому здесь что-то сильно менять. То есть мы действуем только в рамках ГОСА. Вот это выполняется от и до. Поэтому как раз такая большая практическая часть ложится именно на дополнительное образование. Что для вас самое сложное в вашей работе? Я бы упала этот вопрос. Потому что у меня только один ответ. В общем, я с утра занимаюсь. Поэтому, наверное, нет. Все остальное... Ну как, оно не... Есть задачи, которые нужно решать. Я не знаю, вы у нас в каком профиле? В гуманитарном, наверное, нет? В физмат. В физмат. О, физмат. Вот есть же сложные задачки какие-то, да, которые требуют, чтобы ты подольше над ними посидел. Правильно? Ну вот, соответственно, и у меня есть такие задачки, на которые нужно чуть дольше посидеть. Но это интересно, это не сложно, это именно интересно. Если человеку нравится то, чем он занимается, нравится решать задачи, то, соответственно, ты их решаешь. И чем сложнее, наверное, тем больше удовольствия, особенно от того, когда ты ее решил и получил нужный результат. Вот то же самое. Когда легко, оно же не интересно. Ну, по большому счету. Согласитесь. Чем легче, тем скучнее, да, совершенно верно. Поэтому, конечно, хочется, чтобы сложных задач было как можно больше, и тогда, ну, как это, в меру. Все должно быть в меру, да. Не знаю, так определилась. В детстве. Не в глубоком. Наверное, в классе 10. Сразу как бы в пет и именно. Нет, история нравилась всегда. Маленькая очень хотела быть археологом. Честно скажу, по окончанию института у меня была возможность, я один раз была, я не проживала вместе с археологами, но, тем не менее, ну, просто уже, ну, после института, да, вот присоединилась к археологической экспедиции и немножко там поработала. А вот какое у вас было любимое время в истории, скажем так, то есть, тема? Школьные годы. Да. Ну, школьные годы, наверное, древний мир любила. Грецию, вот это вот, сюда. Вот. Потом увлеклась Ассирией, очень интересно, и вообще, честно говоря, очень люблю эти законы царя Хамураби. Достаточно такой интересный свой закон, по нему даже работу писала. А потом, да, действительно переключилась уже больше на средний векой, и дипломная работа была связана уже даже не со средними веками, а с новым временем, с Фрэнсисом Беком. Ну, понятно, что просто, как сказать, интересы, они меняются со временем. Сейчас, например, иногда с удовольствием смотрю даже документальные вещи, там, начало 20-го века. Более того, даже в жизни бы, в своей, ни в какой, ничего бы менять не стала. Вот ровно так, как оно было. Скажем так, вот поменять кардиналь совершенно точно еще не хочу. А и вообще в истории не сослагательного бы, как историк говорит, да. Нет, не поменяла бы. Именно так. Я вообще считаю, что даже если человек совершает какие-то, ну, во-первых, непоправимые вещи, это вообще там из другой оперы. А если человек приобретает опыт, то неважно, положительный он или отрицательный, он опыт. И он помогает, кто работает в будущем. Поэтому нет. Вот ровно так. И, наверное, в эту же школу. Не, наверное, в эту же, да. Ну, раз уж так положительно все у меня сложилось здесь. Ну, это, наверное, не мне уже давать оценку. Потому что мне иногда кажется, что мягко, людям кажется, что жестко, поэтому сложно сказать. Здесь понятное дело, что оценивать. Наверное, жестко, если нарушается право детей. Здесь я даже без компромисс. Потому что, собственно говоря, мы здесь ради этого находимся, чтобы у детей все было правильно, грамотно, организованно. Чтобы они получили то, за чем пришли. И в полном объеме. 273-й федеральный закон об образовании. Вы творческий человек? Ну, в принципе, да. Иначе вот все, что мы тут с Натальей Викторовной бываем, когда решаем задачи, там присутствует определенный момент творчества. Но без этого вообще в школе никак. Вообще считаю, что и учителя все, они очень творческие такие натура. Иногда даже кажется близко, вот если про педагоговка, это близко к актерскому мастерству. Мы все-таки 45 минут удерживаем внимание, чтобы было не скучно. А чтобы действительно, а еще чтобы запомнили. И запомнили не кратко временно, а долго временно. Это требует определенного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, иногда люблю, когда есть с кем, и есть время, шахматы. С мужем, например, в нарты играем. Ну, такие игры. Ну, нравится мне. Онлайн люблю игрушки, если есть время на них. Не так много, но как бы если есть, то я себе позволяю там переключиться минут на 10-15 и дальше опять заниматься диваном. Ну, отдохнули мозг. А ждет ли вас в креме дома? У меня есть маленькая собачка. 2004 года рождения. В день выборов президента. Да. Так что ей уже прилично. Вот. Есть кошка. Здесь все сложнее. Кошкин возраст. Точную дату кошки больше точно, наверное, помнит. Но 8 лет нам. Есть две черепахи. Как они называются? Красноухие. В аквариуме. Да. Ой, они у нас тоже уже давно. Тоже, наверное, лет 8. Ого. Вот. И последнее такое было. Это очень хотел сын. Муравьиную ферму. Она у нас тоже есть. Да. Собак. Да. Как вы со всем этим справляетесь? Не знаю, но как-то налажено уже. Вот. К тому же, ну, дети помогают, конечно, с животными. Они же за ними не ухаживают. Кто хотел ферму, тот занимается фермой. Кто хотел кошку, тот занимается кошкой. Собака моя. Ну, вугуливают все по очереди. Вот, собственно говоря. А черепахи они вообще особо не требуют. Там главное покормить, во время воду поменить в аквариуме. Какое у вас любимое место в России? То есть город или деревня даже? Ну, честно сказать, я очень люблю то, где я живу. А я не в Москве живу, а на Хабино, это Красноглазский район. Вот. Там замечательные, там очень маленькие дома. Яблоки, жасмин. Огород? Нет. На это хобби у меня нет времени. И появится потом у меня нет? Ну, иногда мы так с мужем думаем, что лет через сайт на пенсии, может быть, мы начнем копать. Но это будет не скоро. Время должно... Я все-таки за то, чтобы время тратилось рационально, да. Или чтобы оно то, чем ты занимаешься, приносило удовольствие. Пока озлороста торгорода у меня нет. Вот цветочек, когда там вырастет, какой он красивый, да. Вот емочка у меня уже вот такая, сколько-то, сантиметров 30. Вот. Вот с такой сильной, прям совсем с маленькой выращиванием. Уже, вот. Это да. А вот так, чтобы посадить потом в пищу, ну, еще вот. Это требует совсем ежедневного ухода. А у меня любую стрельбу. Вы счастливый человек? Да. А что у нас главное в жизни? Ну, Богу, получи себе детей. Потому что это главное в жизни. Здорово, любя будущего. Ну, просто все остальное решай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok